Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет сегодня мы завершаем чтение книги Руфь, 4 глава. Почитаем, чем же закончилась эта удивительная история, произошедшая в эпоху судей. Бооз пришел к воротам и сидел там знатный человек, богатый, почтенный, зажиточный, имеющий в обществе вес, он сидит у ворот города. Площадь у городских ворот – это главная социальная площадка города того времени. Там решались все дела, там вершились суды, там оглашались глашатыми какие-то указы царя-батюшки, там происходили очень важные общественные дела, решались. И вот идет мимо родственника, которым говорил Бооз, тот самый, который ближе к Лемелеху и к наимене, чем он сам Бооз. И сказал ему Бооз, зайди-ка сюда и сядь здесь. Он зашел и сел. То есть какая-то там, видимо, еще и палатка была на городской площади. Бооз взял десять человек из старейшин города и сказал, сядьте здесь. И они сели. То есть начинается какое-то действие юридического характера. И сказал родственнику. Бооз обращается к этому родственнику, имя которого не называется здесь. Мы не знаем его имени. Но имень, возвратившийся с полей Моавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Эли-Мелеху. Муж на имени Эли-Мелех. Вот его вдова продает часть поля своего мужа. Жить-то надо как-то. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи присидящих здесь и престарейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай сделки торговые, купля-продажа, тем более такой важный товар, как часть поля, конечно же, купчая совершалась при свидетелях. Вот здесь десять старейшин почтенных сидят. И он обращается, они, свидетели, все слышат. Вот выкупай, говорит, а если не хочешь выкупать, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я. Тот сказал, я выкупаю. Он чувствовал, тот человек, неназванный, безымянный, что тут что-то какая-то выгодная сделка намечается. Не чувствовал подвоха. А воос человек не только добрый и решительный, он еще и мудрый человек. Понятно, что главная здесь судьба рут моовитянки. Воос сказал, когда ты купишь поле у Наимине, то должен купить и уруфи моовитянки, жены умершего. Вот она хоть и наплеменница, но она жена умершего израильтянина, поэтому она имеет право тебе тоже продать. Должен взять, ты должен купить и уруфи моовитянки, ну почему, потому что она и Наимине-то одно. У них общая судьба, общее имущество. Должен взять ее в замужество, ты, родственник, должен взять в замужество эту рут моовитянку, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. То есть мужа, этой самой аруфи умершего, должен восстановить его имя. Дитя, ребенок, сын, который родится, он будет хозяином этого имущества, этого поля. И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять. Значит, поле без руфи я готов, говорит этот родственник, выкупить. Оно принесет богатый доход. Но вот чтоб еще вместе с полем еще и на хлебницу какую-то себе в жены. А вдруг она жоркая? А вдруг она много ест? Нет, не возьму. Это мне мой удел расстроит. Я могу потерпеть, понести материальный убыток, урон. Поэтому, говорит, я уступаю тебе, по закону Ливерата уступаю тебе вот это право взять ее в жены. Пока я тебе не уступлю, ты не можешь взять ее в жены. Но если я тебе уступаю, дорогой воз, бери ее в жены, я отказываюсь от своего права на ливератный брак. Хотя это не столько право, сколько обязанность. Ливератный брак – это обязанность, моральный долг и юридический долг. Дальше автор повествования, автор книги Руфь, говорит об обычае, который был в Израиле. Прежде был такой обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-нибудь дела. Один снимал сапог свой и давал другому. И это было свидетельством у Израиля. Куда становится сапог, та земля – собственность человека, хозяина этого сапога. Вот если человек сапог снимает или бросает его на участок поля, или ставит его, то все. Эта собственность принадлежит тому, чей этот сапог. Если сапог снят с ноги и отдан другому, то тот, кому этот сапог отдан, он и хозяин. И сказал, восьмой стих, тот родственник Ваозу, купи себе, и снял сапог свой. Родственник безымянный снимает сапог. Купи себе, вот тебе сапог. Поставь мой сапог, пусть это будет твой сапог. Поставь туда, куда ты хочешь, и это я тебе, значит, отдаю. Купи себе. И снял сапог свой. И сказал Ваоз старейшинам и всему народу, вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Эвимелехова и все Хелионова и Махлонова. Вот эти два сына Эвимелеха и Наимини. Все их имущество, все поля покупает этот добросердечный человек Ваоз. Так же и руфь моавитянку жену Махлонову беру себе в жену по закону ливератного брака и ужичества, поскольку ближайший родственник отказался, я имею право взять ее себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому. И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Эфрафе и дославится имя твое в Вифлееме». Они его благословляют. Видя вот этого благородного человека, Бооза, его поступок, они благословляют. Благословляют самого Бооза и благословляют его новую будущую жену, которая войдет в его дом, чтобы она была так же плодовита, как Лия, и так любима им, как Рахиль. Они обе, эти Рахиль и Лия, жены Иакова, устроили дом Израилев. От них произошли все израильские колена, израильский народ, от этих двух праматерей израильских. Дальше продолжается благословение. «И да будет дом твой, как дом Фареса». Вот этот Перец, которого родила Фомарь Иуде, сын Иуды, из колена Иудина, и Вооз, и Элемерех, и Ноеминь. Народ жил по коленам своим. И вот очень расплодились сильно сыны Переца, которого родила Фомарь Тамар, Тамар Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины. Вот сделка завершена, брачный договор подписан, все поле переходит в Воозу, все имущество, и он становится главой семейства. Он берет под свою защиту, под свое крыло и Наеминь, и невестку ее, молодую вдову, которая уже не вдова, а его жена, жена Вооза, берет под свое крыло, под свою защиту. «Простри, — говорит она, — Руфь, крыло свое, на рабу твою защити меня. Благороднейший человек Бооз, и за это Господь его наградит немыслимо. И взял Бооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И вот когда она родила сына, радость вели, то говорили женщины того города, Бейтлехама, говорили Ноемини, «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле». Славно имя его, кого, Господа или наследника. Можно понять и так и эдак, но по контексту скорее наследника. Потому что не простой человек рождается, а тот, от кого впоследствии родится ни много ни мало, а царь Израилев, Давид Святой. «Он будет тебе отрадую и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Вспоминаются здесь слова, которые Алкана произнес в своей бесплодной хане. «Разве я не лучше для тебя, чем десять сыновей?» Вот, видимо, это такой оборот, такая поговорка, что ли, была в Израиле. Действительно, для Ноемини Руфь оказалась лучше семи сыновей. Она была огорчена душой, горько скорбела. Говорила, «Не называйте меня Ноеминь приятный, называйте меня Мара Горькая, потому что горькая у меня участь, потеряла я сыновей». Но в утешение тебе Господь послал Руфь и послал внука, которого ты держишь на твоих руках, который утешит тебя. Вот он, потомок по закону, это потомок твоих сыновей наимень. Да, Вооз проявил великодушие и взял Руфь. Но наследство, участок земли и все прочее имущество перейдет к этому внуку. Это не будет собственность Вооза, это будет собственность твоего внука наимень. «Как если бы были живы твои сыновья, таков закон ливератного брака или ужичества». Описаны, правила эти описаны все в Пятикнижии Моисеевом, Левит, Второзаконе. «И взяла наимень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Она его нянчит, она его утешается и вносит в своих объятиях. О соседках речь идет в 17 стихе. «Соседки нарекли ему имя и говорили, у наименья родился сын, и нарекли ему имя Овед». Овед – «Овид» в синодальном переводе. Овед – это от глагола «авад», «аин», «бет», «далет» означает «работать» или «быть рабом». Ну, здесь причастие настоящего времени. «Работающий». Овед – это работник, работающий, работающий. Ну, может быть, подразумевается, что работающий для Господа, для Бога. Таково его имя. «Он отец Иесея, сына Давидова». Вот так наимень утешилась. Она больше не горькая, она не мара. Она сладкая, она услада. Она, ее имя, осталось для нее добрым предзнаменованием. Номен-омен. Ноимень пережила свои горькие дни. И вот на закате своих дней жизнь для нее вновь стала сладкой. Итак, заканчивается книга Руфь родословием. 18 стих. И вот род Форесов. Перец, Форес, сын Ягуды. Форес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Нахшан родил Салмона, Наасон. Салмон родил Бооза, Бооз родил Авида, Авид родил Иесея, Иесей родил Давида. Потом, это родословие книги Руфь, оказывается, как мы помним, в книге родословия Иисуса Христа, в первой главе Евангелия от Матфея. Удивительно, что не только Руфь-Моавитянка стала не только прабабкой царя Давида и всего Давида Ворода, но и стала через это прабабкой самого Мессии, самого Мащеха, самого Господа Иисуса. Та, о народе которой сказано, и в десятом поколении Маавитянин, как и Аманитянин, не войдет в народ Господень, в народ Божий. Вот она вошла в народ Божий и стала великой женщиной, стала родоначальницей царского рода, а через него и самого Мессии, прабабкой. Прабабкой Давида, которого впоследствии рождается, через много-много поколений рождается Христос, Спаситель мира. Несколько слов в заключении хотелось бы сказать о том времени, когда появилась книга Руфь. Это персидская эпоха, как я говорил уже в начале, в первой серии, когда израильский народ переживал трудные времена. Да, по эдикту Кира, 6 век, 538 года, Рождества Христова, остатки народа возвращаются. Но их дома уже заняты чужими, их поля в собственности других людей совсем. Депортационная политика сирийцев и затем вавилонян, она была такая, что не просто выселяли народ куда-то, а его имущество отдавали другому народу, его поля, его дома. И когда вернулись иудеи, в их домах живут другие люди, их поля обрабатывают чужаки. И большие конфликты были с самарянами, самаритянами и с другими людьми, которые жили там. И была очень трудная ситуация, люди думали, ну в чем же вот грех? И мы читаем повествование о тех трудных временах в книгах Ездры, Неемии. И одной из причин неблаговоления Божьего, и люди задавали себе вопрос, в чем вот мы согрешили? Что у нас не так? Почему у нас не получается жить на этой земле, которая нам возвращена по эдикту Кира? И думали, в чем же причина-то? И вот оказалось так, что они эту причину увидели в том, что у них иноземные жены. И тогда Неемия приказал, повелел, наместник персидский, иудей, отстраивавший стены Иерусалима, приказал всем, и священникам, и левитам, и народу прогнать от себя иноземных жен, моавитянок, монетянок, представительниц Эдома и других иноплеменных жен. И вот они должны были их прогнать. А те, кто не прогонял от себя жен, чтобы понабрали себе жен чуждеземных, чтобы осквернить святое семя, говорили они, и Неемия, и его соратники. Но была и оппозиция со стороны тех, у кого был иначе взгляд на то, что нужно делать, и более положительное, более приветливое отношение к иноземным женам. То есть были различные мнения. Победила в какой-то момент мнения Неемия, но другие мнения тоже нашли отражение, в том числе в священном писании. Поэтому не случайно рядом с книгой националистической, изоляционистской книгой, как книга, например, Наума пророка, где вот Ассирия, Неневия должна быть разрушена, апофеоз зла, есть книга Ионы, рядом совсем, в той же книге 12 малых пророков, где совсем другое отношение к Неневии, где Господь милует неневитян, этот апофеоз зла, для иудеев это был апофеоз зла. И книга Наума, конечно же, говорила о справедливом гневе, справедливом возмездии за все то зло, которое причинили Ассирийцы, иудеям и всему Ближнему Востоку, порабощая и угнетая веками, поколениями эти народы. Неневия должна погибнуть, разрушена памятью, должна погибнуть шумом. А книга Иона говорит, они вот покаяются, неевитяне. Вот и здесь также, с одной стороны, в персидскую эпоху, мы имеем книгу Неневии, где говорится о том, что иноземных жен надо прогнать, чтобы жить дальше, строить жизнь на этой земле обетованной. А книга Руфь говорит, нет, смотрите-ка, Моавитянка стала прабабкой Давида, праматерью царя Давида. И поэтому совсем другой угол зрения, совсем другой взгляд на вопрос включения иноземных народов в единый народ Израиля. В чем-то это уже предвестие Нового Завета, когда словно ветви дикой маслины, представители всех народов прививаются к природной маслине, к Израилю. И уже нет двух антагонистических, нет этого антагонистического противоречия между Израилем с одной стороны и народами с другой стороны. Но, как сказано в одном из посланий, Бог садил из двух этих реальностей одно, разрушив стоявшую посреди преграду. И есть единый народ. Павел использует метафору. Маслины. Есть природная маслина, культивированная, о которой хозяин заботится. И он к этой маслине прививает ветви дикой маслины, диких маслин. Вот так народы привиты к народу Израиля, чтобы составить единый народ Божий. Вот так Руфь Моя Витянка сказала, «Израильский народ будет моим народом, его Бог будет моим Богом». Вот в христианстве так и происходит. «Вера Израиля, вера народа Божьего, израильского первенца Господня, становится верой для всех народов. И Бог Израиля становится Богом всех народов. Через Мессию, через Христа прививаются все народы к единому народу Божьему». Удивительная книга. В чем-то она христианская, даже можно сказать. Открывает христианский горизонт перед нами. Христианство еще далеко. Но книга Руфь уже готовит почву для проповеди христианства среди маовитян, амонитян, русских, китайцев, всех народов земли. Руфь Моовитянка, кроме того, пример для всех наших сестер христианок, для всех женщин, чтобы они были так же великодушны, чтобы они так же были верны своему женскому призванию, своим семьям. И ничто, чтобы их не разлучало, кроме смерти, с их семьей. Вот как Руфь не хотела и не могла разлучиться с Наименью. Так скромная сестра-христианка должна хранить верность той семье, в которую она вошла. Своему свекру, своей свекрови, своему мужу, своему новому дому. Пусть Господь благословит всех женщин и пусть для них всегда примером будет для всех женщин-христианок вот эта добрая, замечательная, прекрасная Руфь Моовитянка и не менее добрая и прекрасная женщина, благочестивая во всех своих поступках, Ноимень. А для братьев хотелось бы пожелать, чтобы все были также великодушны и добры, и щедры, и благодетельны, как этот замечательный, добрый человек Бооз, взявший себе в жены Руфь Моовитянку. Ну и еще одно в заключении, друзья. Книга, на которую я ссылался, комментируя книгу Руфь, это книга Анны Иллинишиной Шмайной-Великановой, которая так и называется книга Руфи. Перевод, введение в изучение книги Руфи, комментарий, замечательное исследование, выпущенное в РГГУ в Москве в 2011 году. И кто хочет углубить свои знания, кто хочет изучить досконально, подробно и глубоко книгу Руфь, я рекомендую вот это замечательное пособие, книгу Анны Шмайной-Великановой и о комментариях к книге Руфь.